Доброго времени суток! Благодарю вас за то, что вы зашли на мой канал. Сегодня уже четверг, 3 июня. Находимся в городе Владивостоке. Отсюда съемка идет. Видите, небольшая с утра пробка, но она движется медленно. Уже лето началось. Мы еще ходим кто в сапогах, кто чуть ли не в пуховиках, потому что холодно. Такое вот дальневосточное лето. МЧС нас здесь пугает, что будет сильный дождь. Так что, кто местный, выходите с зонтиками. Пока погода без дождя. Сейчас 11-13 градусов тепла, где-то так. Кстати, у нас во многих районах отключена горячая вода. Уже ее долго нет. Около трех недель. Непонятно, когда это все восстановится. Тут у меня были выходные, хотела поснимать, но был дождь. Не получилось. Ветер, дождь. И кроме того, еще и дома не было света. Отключили свет. И съемочек не получилось. Ну, вы немножко отдохнули. Тоже надо не каждый день выставлять эти видео, чтобы вы соскучились. Так, здесь Приморский водоканал проезжаем. Кого интересует. Некрасовский путепровод. Ну, здесь движение более-менее нормальное. Так, в центр пробочка. А здесь мы движемся, сами видите. Так, огромная вам благодарность за то, что подписчики с каждым днем приходят новые. Канал потихонечку, совсем потихонечку развивается. Хочется, конечно, чтобы больше было вас. Ну, пока так. Это вот район молодежный. Кстати, на днях, если кто-то тоже свой канал ведет, может заметили, что были сбои. Подписчики то куда-то уходили, то опять появлялись прям пачками. Это вот в ютубе какие-то сбои. Это все блогеры пишут, что у них тоже и просмотры куда-то девались. И подписчики, у кого 200 человек уходило сразу. Ну, такое не может быть. Это понятно, что какой-то сбой. Но вроде бы все нормализовалось. Потому что у нас там аналитика есть. И отражается, сколько подписчиков. И было разное количество. То, что вы видите, и то, что у меня там в аналитике. Такого тоже быть не может. Так что иногда сбои бывают. Ну, вот кто-то пишет, что это вообще вот с начала года такое происходит. Сейчас вот едем по столетию. Проспект столетия здесь. Кстати, сегодня мне пришлось сделать то, что... Ну, я и не думала, что столкнусь с таким. Ну, наверное, каждый, кто ведет блог, будет когда-то с этим сталкиваться. Вот какая-то дама меня атаковала. Комментариями. Один за одним негативный какой-то комментарий. Я посмотрела опять на этот канал. Там четыре подписчика. Вот она там все с этой злобой. Что-то давай на моем канале вымещать. Ну, это та, что уже и ранее себя проявляла. Ну, я там вам говорила в одном из видео. Вот она опять, так сказать, нарисовалась. И главное, пишет там, где хорошие комментарии. И вот под ними давай там строчить. Там свою желчь выпускать. Ну, я взяла ее, заблокировала. Что остается делать? Я уже просила, давайте здесь, чтобы все позитивное было. Или хотя бы какие-то там предложения. Но если просто хамство начинается на канале, то это никому не нравится. Обычно блогеры блокируют. Или даже сам YouTube. Негативные комментарии сейчас такое есть, что YouTube тоже может заблокировать. Поэтому, когда пишите, смотрите. Кому-то не нравится канал. Просто уходят, переходят на другой. А получается, она периодически заходит и вот изливает свои негативы, свое плохое настроение. Ну, пусть там сидит заблокированная. У нас здесь работы. Что-то там с травкой, а ее косят траву. Так что вот так. Огромная благодарность тем, кто пишет позитивные комментарии. Кто ставит лайки. Я говорю, кому не нравится, переходите на другой канал. Лучше пусть будет поменьше подписчиков. Но это будут качественные люди, которые со мной на одной волне. Ну, а негативы они всегда будут. Есть и будут. Как без этого. Но уже когда переходит какое-то хамство, ну, тогда вам в другую сторону. Не с нами. Сейчас дождусь хорошей погоды. Сниму то, что напланировала. Вот сейчас вот, если дождь идет, смысл снимать. Ничего не видно и ничего не слышно. Так что будем ждать погоду. Вот пишите, что любите покатушки, когда просто катимся. Ну, мне тоже нравится такие видео снимать. Не пешком ходить. Едешь в машине и снимаешь. Посмотрела блогера из Анапы. Думала, там хоть хорошая погода. Там тоже примерно сейчас такое же. Там одна женщина переехала из Сибири, туда, в Анапу. И вот уже живет больше трех лет. И говорит, что собирается обратно. Если ничего не поменяется, соберется обратно. Цены там дорогие. Вот жилье она успела, говорит, купить еще за два с чем-то миллиона. И то же самое жилье через четыре месяца оно выросло и стало пять миллионов. Представляете, какие цены. Ужас. Куда что катится. Ветра там сильные. Вот она говорит, даже мне лучше в Сибири этот климат подходил. Там морозы, но они такие сухие. А здесь, говорит, я замерзла, ветер. Ну, и комментатор, кто у нее там интервью брал, говорит, вот сейчас вот уже погода наладится. Подождите немного. Вот она говорит, не знаю. Сейчас еще год осмотрюсь. Если что, то буду обратно уезжать. Вот хотя ехала в тепло. Вот у нее пенсия хорошая. Ей 60 лет. Она говорит, у меня пенсия. Вот успела она выйти на эту пенсию еще до повышения пенсионного возраста. Ну, сейчас знаете, что в России, видите, из других стран тоже смотрите. В России идут сейчас женщины. Это вот с 1967 года начнется. Уже в 60 лет пойдут мужчины. Там... Мужчины в 65 лет идут. Ну, там год надо смотреть, какой идет. Там немного у вас по-другому. Вот, а кто 1966 года те не успели пойти на свою пенсию в 55 лет, это будут идти только в 2024 году. Хотя должны были вот уже в этом году идти на пенсию. Вот так вот. Все подвинулось. Все резко помолодели. Ну, и вот она говорит, что у нее пенсия 24 тысячи. Ну, вот ей еле хватает. Ну, а там у других людей, у кого кто-то ей там, говорит, 8, ну, хотя там сейчас, по-моему, самое минимальное в России 12 с чем-то, да, такая вот пенсия. Почему-то сказали, что 8 с чем-то, не знаю. Может, подзабыли. А видео свежее вот только вот было. Кто оттуда есть из тех краев, пишите, как у вас там обстановка. Я вот, она говорит, даже в Подмосковье сейчас лучше. Там вот жилье можно купить. Там за МКАДом получается. Где-то до 4 миллионов даже можно купить. Когда в Анапе то же самое, уже выше цена. Все поменялось. Пишите, какие у вас цены. Очень интересно ваши комментарии прочитать. Такое вот сегодня видео. Хорошего вам настроения. У кого солнышко, поделитесь с нами. Нам делиться пока нечем. у нас здесь дожди. Все. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.